Пока идут массовые сообщения о том, что боевые чипсы из БССР внезапно выдвинулись в указанные районы, мы имеем собственные наблюдения по поводу того, что с ними может произойти. Для этого не нужно иметь чье-то мнение, инсайдерскую информацию, достаточно собственных глаз. Но и проверенные источники тоже говорят о том, что зайти-выйти, как в феврале, у чипсов уже не получится. Зайти они могут, тогда получат уникальный опыт, когда самое интересное будет не перед фронтом, а сзади. Отдельные места там уже и так давно напрашиваются на «в костре потухшем таял уголек». Но тем временем вражеская, хоть и слегка перекрашенная в цвета оппозиции пресса, пишет и другие явно тревожные для них вещи. Причем у нас почти нет ничего, чем можно этому возразить. Выгнав российскую армию из-под Киева, освободив Харьковскую область и вернув Херсон, армия Украины готовится начать четвертое контрнаступление, чтобы перерезать пути снабжения Крыма и уронить российский фронт вдоль Азовского моря. Несмотря на зиму, от которой ждали заморозки продолжающегося десятый месяц конфликта, ВСУ перебросили механизированные бригады под Гуляй-Поле и заняли позиции в ста километрах от Мелитополя. Подчеркиваю, это пишет Аркопресса, и мы не раскрываем никаких секретов. Но заметим, что операции по освобождению оккупированных территорий, приводящие к глубоким прорывам и кардинальному изменению линии фронта, происходят дискретно или в режиме «рывок-остановка». Очевидно, что частота и глубина таких прорывов имеют свои объективные ограничения и поэтому проводятся каскадно. Не нужно быть великим аналитиком и стратегом, чтобы прийти к точно такому же выводу. После освобождения Херсона прошло примерно столько же времени, сколько составлял отрезок паузы между наступлениями. Но тут можно привести еще одно важное замечание. Как только наступление подходит к завершению в конкретной фазе, и внимание к нему ослабевает, мы опять смещаем фокус на Бахмут, Марьинку, Авдеевку и те места, где происходит перемалывание сил рашистов в промышленных масштабах. Отсюда возникает впечатление, что орки решили компенсировать понесенные потери оккупированных территорий. На самом деле они толчутся в этих направлениях вне прямой зависимости от того, что ВСУ прорвали фронт на очередном направлении и освободили еще один кусок нашей земли. Противник пытался наступать до прорыва, во время и после него. Со ссылкой на Форбс, Раша Пресса настороженно пишет о том, что после всего, что уже сделали ВСУ, отсечение оккупантов от Крыма является логичной и первостепенной задачей. Они акцентируют на перегруппировку ударных подразделений ВСУ и называют это признаком того, что четвертое контрнаступление Украины становится неизбежным, а целью будет освобождение большей части юга и продвижение к перешейку, который соединяет материк с Крымом. Напомним, что пока наши войска стоят на стабильной линии фронта, артиллерия интенсивно размягчает тылы, и нечто подобное не только проводится сейчас, а набирает параметры сверхвысокой интенсивности. Сейчас холодно, и личный состав Орков, не стоящий на самом передке, сбивается в кучи по 100-200 чмобов. Туда каждый день прилетают подарки, которые конвертируются в груз 200 и 300. Недавние прилеты в районе Мелитополя были особенными и последствия не совсем обычными. Выживших везли машинами и вертолетами подальше в Крым. И складывая вместе этот факт и то, где располагалась цель, это дает основание считать, что накрыли не простых чмобов, а какой-то командный состав в особо крупном количестве. Ну а сегодня ночью под тем же Мелитополем прилетело по мосту важной транспортной магистрали. Примерно то же самое наблюдалось на правом берегу Днепра в Херсонской области. Правда, там выносились уже полевые склады арты, но тогда пехота была рассредоточена и накрывать ее оптом было негде. Сейчас холод сбивает их в кучу, да и оставлять чмобов малыми группами и без присмотра деньги на ветер. Они или сопьются, или разбегутся. Соответственно, ВСУ получили возможность отправлять основания для получения «Жигулей» просто оптом. Интенсивность этих ударов растет в бодром темпе и, видимо, противник это тоже видит, а горький опыт предыдущих фаз наступления ВСУ заставляет их путаться в смутных предчувствиях. Теперь обиженные и униженные федерасты высказывают свое недовольство прогнозами американских военных таким образом. Американские военные ранее прогнозировали, что зима принесет долгую паузу в войне, которая может продлиться до полугода. Дождь и мягкий грунт замедлят действия обеих армий, а когда земля промерзнет, проблемой станут снегопады и холода, хотя танкам и грузовикам станет передвигаться легче. Но эта оценка поменялась. И тут надо заметить, что сами американцы последовательно и без особой рефлексии меняют свои прогнозы в пользу ВСУ. Мы же помним, как эти прогнозы выглядели в феврале и, между прочим, на них ориентировались и вражеские аналитики. Теперь им приходится цитировать анонимный источник в Пентагоне примерно так. «Мы знаем, что украинцы могут воевать и могут воевать хорошо в этих зимних условиях». Иногда складывается впечатление, что американцы играют длинную и глубокую игру, суть которой никому не рассказывают и не расскажут, но если внимательно к ней присмотреться, то можно увидеть контур. Согласимся с тем, что оценки главы комитета начальников штабов Марка Милли в ключевых вопросах раз за разом не сбываются, и это касается не только этапов нашей войны, но и того, как описывался план вывода американских войск из Афганистана. И вот, что во всем этом привлекает внимание. Если взять голые и разрозненные факты, то его можно бы смело номинировать на титул «Мистер Ошибка», но, как мы знаем, на Западе такие номера не проходят даром. Ротация всей власти и отдельных частей – привычное дело, и если вспомнить, сколько при Трампе сменилось министров обороны, глав Госдепартамента, генпрокуроров и других ключевых фигур, то можно говорить о том, что для этой системы такое положение вещей нормально. Но вот на публику доходили какие-то вялые объяснения по поводу того, почему получилась та или иная ротация, явных провалов не допускал никто из них. Всем было понятно, что уходили они по причине простой, даже банальной, не сошлись характерами с Трампом. Но явных ошибок, за которых их можно было бы размазать, заметно не было. И более того, сами они ни разу не признавали этих ошибок. А вот Милли их допустил множество и потом публично признал, без особых последствий для себя и Пентагона в целом. Если взять и допустить, что эти ошибки были элементом большой игры, то тогда фигура самого Милли приобретает несколько другой вид, а его заявления, пусть и ошибочные, обретают другой вес. Вспомним давнюю историю о вступлении США во Вторую мировую войну, где до сих пор целый ряд вопросов не нашел своих прямых ответов. Тогда тоже делались очень странные заявления, которые история просто залистала, и вопросы остались без ответов. Ну а ближе к нашим событиям все выглядит еще интереснее. Вспоминаем август прошлого года и эвакуацию американских войск из Афганистана. Несколько раз вставал вопрос о снижении темпа выхода или вообще переносе даты окончательного вывода. Но Пентагон уложил операцию строго в тот график, который сам для себя разработал как максимально оптимальный. При этом делались заявления о том, что предстоящий финиш вывода войск пройдет нормально. Что из этого вышло, все знают, как помнят и то, что Байдену и высшим чинам Пентагона предъявлялись обвинения в некомпетентности и неумении прогнозировать последствия данной операции. Некоторые говорящие головы, особенно из «нетоких» или «опозиционеров» в путинскому режиму, так и вовсе рассказывают о том, что это несмываемый позор на Байдене. Но через полгода началась широкомасштабная война уже в Европе. Заметим не бодание с террористами, а натуральная война с крупнейшей регулярной армией мира, имеющей весь спектр вооружений. А теперь представим, что Пентагон и дедушка Джо прогнулись и сместили дату вывода на полгода, на февраль 22-го. И как теперь все это выглядит? Не правда ли спустя год с лишним, прошедший с того времени, эта ситуация выглядит уже совсем не позорно и тем более не слабо? Что мы знаем о том, какая первая дата была принята в бункере за опорную для вторжения в Украину? Пока мало что, но выдвинуть собственные версии имеем полное право и просто вспоминаем, что произошло сразу после вывода войск из Афганистана. А впритык началась эскалация мигрантского кризиса на границах Литвы и Польши. Тогда, по горячим следам событий, мы делали предположение, что это является увертюрой к намного более масштабным событиям. И судя по их динамике, пик этого кризиса должен был выйти на конец октября, начало ноября. Не исключено, что вторжение в Украину должно было состояться именно тогда, и планы вторжения уже были на руках у американских военных. Нельзя исключать еще и того, что план вторжения имел вариант, когда на границе с Польшей или Литвой таки возникает прямой вооруженный конфликт. То есть все это учитывалось изначально. И если штаты об этом знали, то им надо было выходить из Афганистана не просто точно в срок, но в режиме на вчера. И они вышли, получив насмешки, оскорбления, обвинения. Но если бы эта операция была провальной, то можно не сомневаться в том, что в аппарате Пентагона пошли бы серьезные кадровые перестановки, а возможно и расследования. Но ничего подобного не произошло. Белый дом и Пентагон отыграли свою игру, о которой публике знать не обязательно. В итоге штаты вышли на промежуточную готовность к войне на стороне своих союзников по НАТО. Ведь войска надо не просто вывести, а перегруппировать, ротировать, перевооружить, на что тоже нужно время. В общем, висяк в виде Афгана им был нужен меньше всего, тем более, что часть логистики осуществлялась через федерацию, что в итоге могло привести к огромному котлу в Афгане. В таком случае выход был бы еще более тяжелым с несопоставимыми потерями в материальной части, а возможно и в личном составе. И вот это было совершенно ни к чему, на фоне явно формирующегося театра военных действий в Европе. Но Пентагон успел выскочить оттуда на подножке последнего вагона уходящего поезда. Сейчас очевидно, что изо всех вариантов штаты выбрали наилучший, и вместо килотон помоев, которые вылили на Пентагон и Белый дом, им надо аплодировать стоя, поскольку развернуться они смогли на очень узком пятачке возможностей. Сейчас об этом уже можно говорить с большей или меньшей степенью определенности, поскольку мы можем оценивать ту цепочку событий, которая последовала вслед за этими мероприятиями. И уже оттуда следует переходить к несбывшимся прогнозам по Украине. Только так можно хотя бы попытаться увидеть всю картину целиком, пусть и с большими прогалинами, не заполненными открытой информацией. И чем ближе к текущим событиям, тем эти прогалины становятся чаще и шире. И вот именно это нас интересует больше всего, но для этого следует помнить все то, что предшествовало им. Здесь мы видим только небольшое поле последствий, тем более оно намеренно подернуто маскировкой. Но если вернуться в самое начало повести и обратить внимание на то, что противник тоже опирается на публичные прогнозы Пентагона, а потом плюется от них, потому что они не сбылись, то тут есть о чем задуматься. Однако в отличие от русскомирских, которые начинают выкручиваться и врать, как только их палят на горячем, Пентагон просто заявляет о том, что они ошиблись в прогнозах в последнем случае по поводу способности ВСУ вести активные наступательные действия в зимний период. Милли только что говорил, что зимой надо выходить на переговоры с позицией силы. Успехи ВСУ дают эти позиции, а необходимость или вернее возможность переговоров он как раз и обосновал тем, что зимой невозможно вести крупные наступательные действия. А теперь он же говорит о том, что не видит в этом никаких проблем, поскольку ВСУ показали себя умелыми и подготовленными настолько, чтобы успешно наступать зимой. И заметим, у Милли были четкие представления, что могут делать ВСУ, как во время первого заявления, так и во время второго. Ничего кардинального не произошло, чтобы развернуть всю риторику на 180 градусов. Отсюда мы опять делаем вывод о том, что никакой ошибки в оценках Пентагон не допускал. Другое дело, что публично представлялись не действительные выводы, а специально сконструированные подачи, которые дошли до адресата. И вот теперь мы наблюдаем шараханье российской оккупационной мрази из крайности в крайность от попыток сколотить Северный фронт, дрытья окопов и постановки бетонных заграждений на сотни километров вдоль границ Курской и Белгородской областей Федерации, а также в Луганской области и в Крыму. Скажем так, это несколько противоположные мероприятия, которые имеют совершенно различные данные о том, как на самом деле выглядят ближайшие перспективы военных действий. А тем временем, с той стороны приходят новости самого различного свойства от усиления мероприятий, направленных на мобилизацию свежего мяса, до решительных действий верховной власти. Фюрер Московского рейха выдает настолько креативные шаги, что это уже наводит на подозрения о природе такой креативности. Так буквально на днях фюрер заявил о том, что надо ускоренно и усиленно популяризировать среди населения былинных героев. Он заявил, что про всяких там Бэтменов и Спайдерменов почему-то известно всем детям, а вот про богатырей никто и ничего не знает. Очевидно, что лучше рассказывать о вымышленных персонажах из унылых рассказок, чем о реальных военных, которые замерзшими слоями лежат под бахмутом и стараются добавить еще один-два слоя. Лучше рассказать о том, как Алеша Моресьев на своем коне-кладенце изничтожил тьму натовской орды. Можно не сомневаться, что перед Новым годом запилят такие сказки, а перед елкой сожгут всех Бэтменов. На это еще не все. Ведомство Шойгу не желает дать заднюю и старается выдавать свой сермяжный креатив. Здесь мы не станем пересказывать эту прессу, а просто приведем цитату, которая того стоит. Министерство обороны организовало сбор музыкальных инструментов в Санкт-Петербурге. Военные принимают балалайки, баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары и другие инструменты. Собранные инструменты обещают раздать мобилизованным военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющим профессионального музыкального образования в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки. Очевидно, что балалайки должны заменить собой целование икон и другие подобные упражнения, которые демонстрируют чумобы. А с другой стороны, бурят с балалайкой это что-то особенное. Ну что же, били их без балалайок, будем бить с ними и губными гармониками. Но все это вместе взятое говорит о том, что противник пытается что-то делать, ведь его население, в первую очередь, мобилизованное воинство, все чаще посещают нехорошие предчувствия. Ну а наша волонтерка подвозит как раз те изделия, которые делают посещение таких предчувствий неизбежными и окончательными. Это вам не балалайки. С другой стороны, прибитая к могильному кресту балалайка может четко указывать на то, как ее обладатель оказался в ямке. В общем, таких сомнений у них будет больше с каждым днем. И все вместе работаем над этим. Мы переможемо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok